Иии так, ребят, всем привет, и мы продолжаем читать дубликат. Заметно мы дошли до Куршкаги и продолжаем разговор, стоя на пороге. Тогда подожди, скоро Алиса должна подойти, с ней прям лучше пойдёт. Вот не хочу я, чтобы Алиса это слышала, честное слово. Давай только без неё начнём, а там посмотрим. Ну давай, покажывай тогда, что у тебя есть. Мику даёт мне одну гитару, сама садится напротив, что меняет с другой. То есть в какое-то время, когда у нас что-то начинает начать получаться, и мы уже пытаемся попить дуэтом. Но наши мужчины перерывают торопский стук в дверь. Это Симас тоже пришёл к Мику за автографом. Привет, меня Вимику зовут, у меня мама японка, а папа русский инженер. Нет, правда, правда. Некоторые доли два раз, понаблюдая, как у строго при прослушивании моего нового Мику постепенно стеклиняет глаза. Мику со мной так уж и много болтает, оказывается. Накрыть подписки в библиоте поставлено, и новый уже все бегает, спасая свой мозг. Ладно, пойду я, уже обед скоро, спасибо за помощь Мику. Но мы же не закончили ещё. В отличие от той же Лены, наводится на листовую Мику, как и у Ильяны, все эмоции считаются мгновенно и без напряжения. Многочайся, Микуся, это ты профессионал, а я уже выдохся на сегодня. А сейчас Алиса подойдёт, легче будет. Нет, зачем Алиса расстраивать? Она англика не знает. Ммм, но она любит его требуется потребует, а я сказать не смогу. Вот, кстати, пожалуйста, Алиса пока не говори ничего, хочется ей нос отереть. Как хочешь. Я сейчас лучше социально исполнить, тебе неплохо может получиться. Знаешь, Мику, английский язык боюсь, что вожатая не одобрит. Ещё одна причина, о которой я молчу, я-то слышал это всё в оригинале, ну в записи, конечно, не слышал, но слышал. Сравним с нашей паунией патронности спортсменников Мику с оригиналом не возьмусь. Ну правда, тогда до кого я сам себя мучаю? На бушку круглую исполнил, обещаю. Да, я понимаю, действительно, хорошо, уговорил, буду молчать. Но только если ты завтра придёшь продолжать. Закидываю, завтра уборка вечером на рабочем танце. Если же уборка успеет, то приду, а если нет, то процеданство приду обязательно. Прощаюсь, Мику, делаю два десятка шагов от клуба и сталкиваюсь с Алис. Привет, новенького видел? Ага, его Мику сейчас гипнотизировала. Чиканско-японский гипнот с заболтыванием. Знаешь? Да, Мику, она такая, она магёт. Ты куда сейчас? Я? К себе, потом наобед, потом на занятия бы будет. Потом, потом вы ко мне придёте на мячик покидать, а там ужин. Ведь придёте же. Он ещё спрашивает. Конечно, придём. Ты знаешь, первый раз у нас вот так вот, только не думай, что это из-за тебя. Хотя и из-за тебя тоже, а то так бы и существовали, как каждая в своём углу. Алисе трудно говорить на такие темы, как получается сбивчило. Только мне, правда, оба стоим красное отмышление. Надо Лену поздравить. Надо. Алиса понимает, зачем я и соглашается. Мы слегка приподнимаем губы. Конечно, Алиса состоит для наситой манипуляторшей и интриганкой. Ээээ... Али... 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 Алисой... 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 Алисой хамкой и грубиянкой. И как мне прикажется между ними вертеться, видимо, так и вертеться. Интересно, когда девочка может меня друг друга за масками разглядеть? И вообще-то не хотят ли этого? Ладно, на обеде увидимся. Ага, пока. Пока шёл к себе всё разглядом о масках и лицах. Алиса, Лена, Женя, Ульяна, Мику... Как выяснилось, довольно-таки же она на два лица живёт. Кто ещё? Александра. С ней демонстративный правильности и добро... Порядочник. Девочка, которая на чём пример, вся жизнь по порядку, общественница, отличница, красавица, надёжный друг и хороший товарищ. Ей будет на пятьдесят раньше родиться. Про неё бы тогда их кино сняли под названием «Пионерка». Жела бы она в новенькую клубу хоташки из моего сна, ходила бы в ту самую школу. Баба — только передовик. Мама — инженер-новатор, советский соседский мальчик, хулиган, которого она в «Канчика Джоб» воспитает. И они вместе ловят шпиона или как выросли себе социалистической собственности. Что делать там за фонаром у девочки скрывается? И надо ли мне это выяснить? Кто ещё? Кибернетик? Я сам вместе со второй, кстати. У кого бы спросить? Что, дошёл до спортзал, а там уже второй мир ожидается. Слушаю тебя внимательно. Мне бы обходной подписать. Вот это новости. Ну, давай его сюда. Действительно. В обходном новая снигерфа появилась. Спорткомплекс. Спорткомплекс. Система адаптируется к новым вводным. Подписываю за одно гляну. Шустрый пионер оказался. Только библиотека решения отмечена осталась. Кибернетики свою секцию не вербовали? Нет. Второй, как-то странно смотрится, смотрит на меня и почти бегом исчезает. Во-первых, отказываюсь за одним, что он с кибернетиками. И, как ни странно, Женей. Что-то между ней электроника всё же происходит, но очень медленно, и до конца цикла не успевают разбиться. Дошёл до вас, новенький. Обращаю к будущему от всей очистительной науке. Ты что ему про нас наплёл? Про роботу-убийцу? А что такое? В пересказе для кибернетиков история выглядит так. Не заперто. Здравствуйте. Ребята, мне только вас обходное надо подписать. Обходное, говоришь? Ну давай его сюда. Вот, забирай. Спасибо, я тогда пойду. У меня ещё библиотека осталась. Эээ, подожди. А ты хочешь к чём-то писать? Я-то смотрю, о чём вы понимаете. Сергей, давай покажу вам. Вот, робот шеда. Один. Один. Это? Это переворот с кибер... Киберметика. Никто такого не делал. А вот через авёрок делали. Это, ну, в принципе, пока за всём. От механики до... Осторожно! Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ребят, сейчас восемнадцать штук полетит. Ай, блядь! Вы ж тут совсем охуели! А если эта штук полетит в кого-нибудь? Блядь! Эээ... Да тут же дети бегают! Предупредил, да у меня всё за рукояни, поверил! Сами, сами, сами! А лучше берите его к хуям! Эээ... 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 Господи Кинда Каберметики посутил о том, что в вашем храме наук, делает роботой убийца, мышей, не мка она его кoxкоподобности. А вы на полномст deрене! На механизме-то отключайте! Во втором еленочка наша любовалась! Благотри пропустил мы на мимо ушей всё! Вы же укошка робота делаете? Кошка и убийца, мышей! Непонятно, что непонятно! Им пришло и с Женей. Интересно что-то я ему про меня наплёл! Я смотрю в том но в глаза.. и вижу как сnisка живёт на гумoret où здесь тебя есть. Отвечаю самым доверительным и в то же время демонтическим тоном. Рейндж, я сказал вам, чтобы он даже не думал смотреть в твои стороны, потому что твое сердце, где он отдано другому. Навеки. Я вытираю выображаемую слизинку. Клоун. Это же не тысяча плащет. Это КВН тебе плащет. Очень грустный и довольно злой клоун. А чем тут ещё заниматься? Только с ума сходить. Об этом спрашиваю Бабу Глашу час спустя. Сколько вы тут в автономном режиме, Бабу Глаша? Лет 20 уже? Да, скоро 20 лет. Если я что-то не убьюсь. 15 лет, как был женат. Какой женат? Как был последний контакт с материком. Какая-то информация прощачивается иногда, выдается ловить обрывки тела и радиопередач, но в последнее время всё реже. Видимо, изменились принципы прокодирования. Слушная вещь. Как вы жили-то? У меня первой десятки этих циклов хватило, чтобы стаски забыть. А вы? А Рай Кузова вас изучала. Дети изучала изменения, которые внутри сети всё равно идут. Очень медленно. Да, я отражаю жене таким, как вы, семян. Дети отдельные узлы спасало. Может, зря, может быть. Вы бы ничего и не сломали, но у меня тоже есть самостояние работать. Вот в таких грустных разговорах мы проводим полтора часа. Это даже не разговор, а рассказ о главе Федора Денисова. Как объявили алкоголь в практическом финансировании и закрытии проекта, как объявили эвакуацию, как как-то, так скажем, лучше эвакуироваться по идеям и соображениям, как раз распался СССР. Как раз распался СССР. А уговоры на родине шла война и попросили куда-то что-то ехать. Незапно снаружи перекрыли шлют и прервали связь, как Чересаскер отказал в маяк наведениях. А когда в честь три не успевших его эвакуироваться инженера, и заведующие одной из предтехнических лабораторий занялись его ремонтом, в помещении маяка случился взрыв и пожар, как почти только к которому их одного инженера, два блаба и начальника охраны, которые их вытаскивали. Как эти травы медленно умирали, когда главный биолог проект поставил на себе опыт, переписав свое сознание специально созданное по спеоорганизмам. Как очнулся в новом интере начальник охраны ОГЭ, так и не осознали себя. А в конце беседы я вспоминаю. Баба Глаша, выручите, а? Среднерождение нам надо было отметить, а не о чем? А я тебе чем помогу? Водка знаешь где? Я оболошу не отвечу, а? Не буду я их водкой поить, это же как детей. Как картошки, соли, мясо, лука, помидоры, на маринад, на мопеде, кефир, минералка, если есть, сок. В магазине. Сперва разжалобил вторуху, а потом разбираешься. Сколько вас морозу-то? Все те же шестеро? Одни на деньги, конечно. Ленькин? Заметили? Сторожно не заметить, научились видеть за столько-то лет. Ох, гляди, развалился лишь узел. Хотя это теперь твоя головная боль. Ну да, на ближайшем пять тактиков, а потом вы ее уже увидите, опять ваши голосы родные и зоны. Приходите, служебного входа перебил, но все будет. А мне еще объясняется с ложатой, куда все вдруг поверет на вечерном пятерех пионеров, хотя пятерех нервнул. После занятий в волейбол. О, чудо! Леночка пришла. Полтора часа покидаем сменчик по кругу, но полтора часа все заботы и самонаблюдения прячутся где-то глубоко в продолговатый мозг. Перед ужином прошу пропустить меня первого в душевую, и пока двери пришатся, бегу к Бабе Глаше. Не мясо, не лук, не помидоры, хотя нет. Лук, огурцы и помидоры тоже присутствуют. Два дыма с пирога, а один с рыбы, другой яблочный. А то собираться с шелками их кормить. Тут надо попал в лагерь, а то когда беда бежится. Куда бы ты ни влез, ни ушел. За одну ходку не управится, и за две не управится. Наслезет от того стоит. А потом уже после посиделок меня берут под белые руки и тащат в музыкальный кружок. Берите инструменты и показывайте, что вы там вот всех прятали. Укалинина смотрю на Мику. Ой, я не виновата, меня заставили. А я глаза смеются. Но ты же обещал. Обещал ведь. В узком кругу. В узком кругу. Ведь них другого не будет. И я размельмякший и разобрявший, кажется, в том настроении, как он хотел. Осторожно начинаешь. Это наше музыкальное дарование целый час морочило меня утром в голову. А после моего ухода они с Алисой все сделали сами. И вот одна с гитарой, другая за роялем. И я с моим убогим вокалом. Да, я вообще не хотел это на публику выносить. Слишком личное. Позор еще у меня просто на фоне автора. И на фоне Алисы и Смеку тоже, кстати. Сем, еще раз. Ну пожалуйста. Мы повторяем чужой хит про простые места в зрительству зале. Который-то здесь никогда не звучал и, наверное, никогда больше не прозвучит. И тишина. И все сидят в течение нескольких минут. Думаю, каждый о своем. И Саша, я впервые вижу такую Сашу, только что смеялась. А сейчас она очень серьезная. Он выводит нас всех с Гликуляном вечно юной и в то же время вечно древней вы богиней так, как будто собирается вдохновить наш Турм и Леона. Вот он и это исполнился сцены в день отъезда. Попробуйте обойти только отказаться. Саша, тебе сколько лет? На наваждение уже прошло. Семнадцать, ты же знаешь. Да, наваждение прошло. А Саша, как Саша? Та самая, которую я каждое утро вижу. Засиделись мы. Оказывается, уже был отбой. Выходим из кружка всей компании. Болтать по дорожке, совершенствами нет настроения. Просто идем. Оставляем по пути Лену с Саша и проходим мимо домика Вожатой, где-то сейчас второй. Оставляем Мику. Полянка вступает в самую руку обеими руками. А Листочки идет чуть по вдаль. На расстоянии вытянутой руки и думает о чем-то своем. Я думал о своей лавах Лене, которая вторая нам еще не шепнула, пока ушли от подзора к кружкам. Ты знаешь, я не помню, чтобы у меня были друзья. Во Френд Джону, значит, извините меня, Леночка. И почему-то я рад, что именно туда, хотя тут и слов-то таких не знают. На конце прощаюсь с саможонками и иду к себе. На площади присаживают на лавочке и кромбоза надымчая в тени наш сосед в деревне из горбленного фигуру. Лена же дома. Проглядывается ты не Лена, это второй. Кимаем друг к другу. Адаптируешься? Пытаюсь. Сюда встает. Подно уже. Пока. Ага, до завтра. В домике, пусть его и уважатый, начали города лучше, чем в лесу у костра. А я еще остается, напустили какое-то время, а потом отправляюсь к себе. И где-то меня заставлюсь под зону, никогда останавливаюсь, чтобы посмотреть на звезды. Я вдруг ясно и четко понимаю, что этот цикл последний. И настроение удивительно мирное в этот момент. Вред важна глава Баба Гоша. Где весена депрессия? Нет, ее и не будет. Го 7. Зеркало. Спать совершенно не хотелось, поэтому беру ахивную папку с лабораторными журналами и сажусь их как-то разбирать. Я понимаю, что этот старт был, но все же. Надо, наверное, его заскринить. Теперь, когда эта непосредственно, как она коснулась меня, необходимо перебрать эту гору бумаги и совершенно не пугать. Есть жюри, я читаю все эти истории проснувшихся, осознавших из тебя и опять уснувших пионерцев и пионерок. Цикл за циклом с момента обнаружения и до момента отключения. В троях обнаруживали по нетипичному поведению, потом где-то в начале 70-х, опасали регистрирующую аппаратуру и начали вести таких, как я, с самого момента пробуждения. Потом лет через пять отказались от этой аппаратуры и опять начали выявлять методы наблюдений. В журналах не говорится почему. Где-то году в 1974 я второй раз встречаю имя Славяна. Славя. Тоже славя, как трестепенный персонаж в истории независимого пионера. Заимная активация, акцептор, пять циклов, отключение. Имя, прямо скажем, редкое, поэтому с огромной вероятностью это одна из Славь, живущих сейчас почти в каждом лагере. Потом все чаще и чаще мелькаются знакомые имена. И если Алиса, скорее всего, была та, то про Лен, Жень, Сергеев и Александров, и Александр, кстати, я ничего сказать не могу. Хотя, конечно, хочется верить. Одна же, в конце, кажется, семидесятых попалась в Мику. Интересно, как она вообще в этом лагере оказалась? Чем и он? Тем и о чем думали тогдашние люди, когда создавали такого родичка уже старых для страны советов персонажа. А теперь она начинается разбираться в системе. В начале семидесятых годов я уже, наверное, начали каждые записи. Где цифровой код? Шифровка кода записана на внутренней стороне обложки 5-го по счету журнала. Номер записи, номер узла, номера прошедшегося из следующих записей после части матового пионера. Знать бы еще номера целых лов. Но в любом случае, чем сейчас пионер просыпался, тем больше была возможность того, что он проснется в следующий раз. В 1944 году я встречаю себя, и потом уже целенаправленно ищу себя, не важно, которого себя, любого семена. Диография этих семенов стандартная, только в тех прочих проснувшихся. Но это и есть доказательства моей нереальности. Моей личной реальности, которая, наверное, не совпадает с тем, что хранится в моей памяти. Того, что вот он я, Семен. Считаю метц. Та, как примерная звезда, разгадается, притухая. Но не исчезаю. Я ничего не помню, есть и пробуждение. Но это не важно. Это совершенно не важно. Я, наверное, целую часть сижу и думаю, что даже если через 5 дней я усну, жизнь не кончается. Это же не моя жизнь. Хотя это тоже приятно. Я просто переключен на историще, на что-то, на голове жизнь здешнего мира. Теперь прохожу через себя, завариваю чайп крипте и начинаю читать дальше. Ой. Все больше знакомых к именам. Все чаще и чаще, все чаще и чаще после записи. В конец активной фазы идет отсылка к следующей записи. Где сначала с чернилами, где сначала с чернилами, потом синие шариковые ручка одним и тем же почерком выведена. Начало с активной фазы. Надолго разглядываю этот почерк. Представляю себе улыбающиеся женщины лет 30-35, которые с видимым удовольствием пишут «Начало активной фазы». А в 1987-1987 году в первую очередь является место-конец активной фазы. Встречаю, применяю выключатель и сразу вспоминаю про ту железную коробочку, что сейчас лежит у меня на шифоньере. Даже я на табуретку встал, чтобы заглянуть. Нет, лежит, никуда не делать. Мереком гляжу на часы. Половина первого. Оставьте прочитать три журнала. И я уже догадываюсь, что там будет. Открываю очередной журнал. Вспоминаю рассказ «Баба Глаши». И как-то все в нас влюблялись от несчастной любви, стрелялись. Аж в лаборатории кто-нибудь успелся от ташки. Похоже, я смотрю... Похоже... Смотрю еще раз по телевидению журнал. Да. В апреле. Как раз в 1927 году. Ароматик Фролля на мере прагматики. Большинство средств проснувшихся пионеров описываются одной фразой. Отклонение в течение объективной фазы не наблюдается. Применен выключатель. Где-то после 5 или 10 циклов. А потом еще проще. Обнаружен организм в активной фазе. Применен выключатель. Так и предоставляет себе диалог. Вась! Там этот... А как его? Организм активировался в 17-м узле. Да-да, я по нему был выключательным. Делов-то. Как будто первый раз... Как будто первый день работаешь. Кстати, журнал из 1987 года уже заполняется явно другой рукой. Настаська, успокойся до вечного последнего журнала. Какая-то в июле 1992 года. Последняя запись. За последние 30 циклов активированных организмов у нас не обнаружено. Обновление возложено на мониторах узлов. Монитор узлов это, как кажется, отдельная отрядная вожатая. Тогда Олина расскажет об ее функциях. И, наверное, нахожу мне в этом протворечии только что прочитано. Так, первое, что делаю, это встаю из-за стола и опять лежу за выключателем. Что-то пропало у меня Вера и Оля Ольге и побеглаша внезапно взялась и пропала. Может, он там лежит на себе на шифоньере и медленно меня отравляет. И Рыжев мы вместе с Леной, кстати. Я же не знаю, как он работает. Достаю презентовую ссылку с прибором за средний прибор и вытрахиваю стороной отсылки. Держим его на стол. Инструкция запована полиэтилен, батарейка и маленькая отверстка. Отворачиваю 4 винта. Нет, батарейный отсек пустой. Уже хорошо. Пролитываюся на инструкцию собираю все обратно и выбираю сумку выключателем назад на шифоньер. Второй вопрос. Что мне делать со всем этим знанием? Сколько вопросов нет, но боюсь, что обогласиваю я придушу завтрак. Нет, то есть уже сегодня. Глянула на часы. Ой, мама, время-то уже 4 утра, а я леников 8. Может сейчас вообще спать не ложится. Ладно, леники завтрак доживу, а там подплюхать для обедов. Еще попрошу Ленку меня выручить, поруководить футболистом. Глоги-глоги сегодня Денинбург, территория. Сейчас, секунду. Хорошо, значит к Глассири Денисом мы сегодня не идем. И завтра не идем, и послезавтра. Удывать я явно не буду. Я еще кстати, Рай Белый и Тушистый. У меня нет ее оснований, потому что она и сама нас не выключала. Я даже протяжу поподобнижаем добавла. Это скорее Криоля, а Глассири Денисом она же сильная. Но как один из руководителей проекта отличательная бабушка, безусловно, решает ответственность перед нами. Вот ее я буду решать, чтобы не с ней делать. Есть еще 2 параллельные мысли. Есть еще 2 параллельные мысли что прочитанного. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. Осталось все труднее и труднее, а голова все тяжелее и тяжелее. Я провожу остатки времени до появления Саши с компанией и Юльяны в состоянии полусна. Привет, Семка. Привет. Семка. А ты чего такой кислый? Привет. У Лена, а что это с ним? Не знаю. Все перепытайтесь, чтобы добиться правды. Девчонка сразу догадывает, что со мной что-то неладно. У Лена, та пытается меня расторможить, а Саша пожалеет и успокоит. В одиночке, может, легавый бы и получилось, но вдвоем они размещают друг друга. Две минуты, девочки, я не понимаю. Сёмка, или ты что, сидёшь с нами купаться? Правильно, Ульяна. Или дядька ещё придётся до самой в казанном ведре? А мне говорили, что Саша очень добрая. Тебе врали, Семён. Я умею быть и злой. Так, ладно, всё. Я заканчиваю на этом серию. Парадовый будет следующий. Просто уже выйдет. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok